Витаю! Вы потрапливает до моего сада в Украине. Я Светлана. Сегодня расскажу, как выбрать стиль сада. Я с этим столкнулась, как только мы купили коробку нашего будущего дома. На примере моего сада я покажу, какими принципами я пользовалась в выборе ландшафтного стиля. Может быть, это поможет вам определиться, если вы только начинаете свою садовую историю. Или поймете, почему все как-то не так в вашем уже взрослеющем саду. Хочется что-то поменять, а что именно, не поймете. Какой стиль ваш, а какой точно нет. Покажу один маленький простой тест, как это определить. Мы все разные, и сады наши разные. Они отражают наш внутренний мир. Сад похож на своего хозяина. И это, как ни странно, но правда. Согласитесь, что бывает так, попадешь в гости куда-нибудь в сад, а гулять там некомфортно. Хочется сесть где-то в дальнем уголочке и издали на все смотреть. Или совершенно наоборот. Сад совсем обычный и простой. А хочется ходить и заглядывать в разные таинственные поворотики и закоулочки, высматривая все новые и новые растения. Для избежания вопросов, сразу скажу, что по профессии мы с Вадимом Петровичем инженеры-строители. А специализация у нас промышленное и гражданское строительство и архитектура. Поэтому тема эта мне интересна и близка. Часто так бывает, что почти в 99% случаев человек учится на юриста или бухгалтера, а работает всю жизнь совершенно в другой области. Нам повезло, мы остались в профессии. Ну а что же там по стилям? Стилей ландшафтных достаточно много. И хорошие ландшафтные дизайнеры, прежде чем предложить хозяевам какую-то концепцию, узнают их предпочтения и пожелания. Что бы им хотелось увидеть на своем участке. Можно создать сад в строго определенном стиле. Но часто бывает, что идет смешение одного, двух, трех стилей между собой. Если кратко, то бывает английский ландшафтный дизайн, сады в японском стиле, в китайском, в средиземноморском, в природном, если проще говорить. На практике зачастую выбирают всего из двух стилей или их миксуют. То есть создают сад в природном стиле, в классическом, его еще называют регулярный. Или сад с минималистическим ландшафтным дизайном, современный и малоуходный. Такой вариант излюбленный. Сейчас кратко расскажу, какой сад что предполагает и подскажу, как вы можете определить, в каком же саду вы почувствуете себя более комфортно на простых ассоциациях. Так сделала я, во всяком случае, когда выбирала, какой же сад я хочу. Первое, что надо знать, это то, что сад должен гармонировать с домом. Если у вас уже дом есть, вам надо подстраиваться под него. А если вы купили просто участок и дом в перспективе, то тоже сад закладывать такой, какой дом вы выбрали. Японский стиль предполагает полную асимметрию, никаких ровных линий, прямых углов в планировке сада. То есть, все-все разное везде. А сад в классическом, английском стиле, не предполагает слишком экзотических растений. А наоборот, ровные линии, симметричные посадки, геометрически правильные клумбы, высокие, низкие, живые изгороди и бордюры, топиарные формы и много-много роз. Природный стиль предполагает извилистые дорожки, растения в своей природной форме, никаких топиарных форм, плотные групповые посадки лиственных, берез, например, или хвойных, сосновый маленький бор на участке, или еле можно посадить. Современный стиль предполагает большие газоны, монопосадки растений, малоуходность, большие солитерные растения. Например, кипарисовик нутканский очень эффектно вписывается именно в такой ландшафт на больших площадях. Предполагается много простора и открытого пространства. Розы, гортензии и хвойные можно в любом стиле сада. Тут главное, надо соблюдать правила гармонии в формах клумб, в размерах и сортах выбранных растений. Штамбовые формы в одном стиле будут смотреться гармонично, а в другом совершенно неуместны. Ну, вы видели, сады разные. И одни нравятся, другие явно не нравятся. Сегодня расскажу, как я определялась. Мне сразу тоже было трудно понять, что же именно я хочу. Хочу и то, и то, а что именно и как, не могла сориентироваться. Я просматривала сады и к какому-то одному стилю не могла прийти. И это хотелось, и то хотелось в сад. И нашла простой такой тест. Может быть, он вам тоже будет полезен. И вы с помощью него определитесь. Тест совсем простой. Все идет у нас из детства. Вспомните, как вы учились в школе. Какие предметы любили, а какие нет. Если литература был ваш конек, вы могли любое сочинение написать без подготовки, стих выучить, рассказать, то ваш сад в природном стиле. Или миниатюрный японский садик. Все зависит от размера участка. А если в школе вы любили решать уравнения, это была для вас как игра в тетрис, или любили построение фигур пересечения, как в начертательной геометрии, значит, ваш стиль регулярный сад. Ну и что, в какой вы сад определились? Наверное, вы все поняли, что мой сад высаживался на принципах регулярного классического сада. Не на 100%, но концепция у меня такая. Мне в нем нравится. Если кратко, то он предполагает ровные дорожки, геометрически правильные зоны и клумбы, симметрию и ритм в посадках растений. Зоны расположены. Ну, как зоны расположены, я расскажу в одном из следующих видео. Ну, в школе я любила математику. Это и в профессии в моей отразилось. Часто так бывает. Закупаешь растения, устраиваешь цветники, хвойные композиции. Труда и средств затрачиваешь очень много, а потом смотришь и понимаешь, ну, не нравится. Все что-то не нравится. Непонятно, некомфортно. Предлагаю разбираться с вами дальше. Буду рада, если мои подсказки помогли вам определиться хотя бы со стилем сада для начала. И стало ясно, в каком мы направлении будем идти. Дальше буду делать видео про то, какие я приемы использовала. Покажу на примерах в своем саду, чтобы он был более-менее в регулярном стиле. Расскажу в одном из следующих видео, какими я правилами пользовалась при устройстве и расположении дорожек в своем саду. Это тоже немаловажно. Дорожки правильно сделать. До встречи в следующих видео. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова